Время 10.47 утра, чуть позже, чем мы рассчитывали, но тем не менее стою на заправке, заправляю полный бак и отправляюсь в Петербург. Да, все вещи собраны и держим путь. Сейчас не моя очередь рулить, так что я тут устроила небольшой офис и, в общем-то, монтирую. У меня там также кофе и, господи, эти чулночные суки, я как будто с Петражки еду торговать чем-то. Но это неправда, там всякие пара разных шмотов. Вот и сори, я сегодня еще не накрашена и в свете этого снега я что-то прям вообще бредная, если сниками такими. В Антире сейчас как раз видео, где я говорю про переезд в Питер. Я, конечно же, не поехала одна перегонять машину в Питер, ну, просто потому что это 700 километров. Я одна, как бы, девушка по нашим дорогам и сейчас зима. Ну, мало ли, что случится короче, так что еду я с мамой, так же, которая тоже периодически меня смеяет, потому что когда я ехала летом, я ехала с друзьями, но с парами была только я. Поэтому все 700 километров ехала я. Вот, в принципе, мне это нормально далось, но приятно, когда можно посидеть и, так сказать, смена деятельности. Это всегда хорошо. Время уже 7 вечера, нам осталось где-то, наверное, километров 70, так что чуть-чуть относительно пройденного пути. Ну все, Ольга, такое грязное окно у меня, в родных пенатах почти. Сейчас, на самом деле, уже второй полноценный день моего пребывания в Питере, но только сегодня начинается какая-то адекватная движуха, потому что вчера я провела целый день с мамой, она здесь была, и вечером я отвезла ее в аэропорт, она улетела обратно в Москву. Ну а я сегодняшнего дня начинаю обустраиваться. И вот так вот сейчас выглядит моя комната, полный бардак. Собственно, от двери, если смотреть, здесь вот это вот еще нужно будет все убрать, вот это вот уже моя лампа, это тоже все уйдет. Пока это все мои шмотки абсолютно неразобранные, здесь тоже пока импровизированный туалетный столик. Но именно сейчас мы собираемся ехать в Икею, в Аби, смотреть обои, смотреть шкаф, в общем, всякую такую еще утварь по мелочам, что нужно. И, конечно, беру вас с собой, потому что я обожаю всякие эти ремонтные и штуки, связанные с обустройством дома, уюта. Короче, гоу! Мы доехали до Меги, выяснилось, что ее эвакуировали, мы не смогли попасть ни в Мегу, ни в Икею, никуда. Съездили уже, поели в Токио-сити и сейчас-таки вернулись, потому что все снова стало работать. И возвращаемся к выбору шкафа. Так, кажется, мы выбрали этот шкаф, потому что, на самом деле, это один из самых дешевых шкафов, а что-то супердорогое брать мы не собираемся. И я не уверена, что мы будем брать такую штуку, возможно, мы что-то другое придумаем для того, чтобы, собственно, были какие-то полочки. Но, в целом, главное, что он беленький, светленький и, как бы, все окей. Так, мне нужно выбрать шторы какие-то. И я склоняюсь к вот этим, потому что мне очень нравится в последнее время пыльно-розовый цвет. И здесь очень хорошая цена, так что, скорее всего, возьму их. На шире 28, место 5. Так, 4, 5. Вот. Главное, чтобы это чудо влезло в машину. Мы все купили, только оказывается, что Икея у них тут работает до 10, до 10. Поспеет до 2 часов ночи, поэтому пришлось очень быстро скрывать. Мне кажется, половину у меня не взяла. Наш следующий пункт. Это H&M Home. Здесь мне основное, что нужно, это корзина для белья и коврик, чтобы поселить его рядом с кроватью. Я еще хотела всякие какие-то штучки, типа поднос вот такой поставить на него, складывать какие-то определенные вещи, пока я не решила, что конкретно. Но есть разные варианты. Ну, всякие такие мелочи. Но это уже так, вторичное желание, вот это вот первая необходимость у коврик и для грязного белья. Мне нужно взять вот этот вот, да, то есть негаундры, все такое. И здесь ткань поприкольнее. Или же взять вот такой вариант. Она такая проще, но тоже здесь затягивается, здесь нет никаких нас, и здесь стоит на 200 рублей дешевле. Ну, все-таки, наверное, возьму такую, возьму серую, потому что здесь прям черный, белый. Ну, серый какой-то получается самый оптимальный. Все, детка, я тебя беру, уходим. Ну, мы вроде бы все-таки упаковались. Все окей. Все, едем домой разгружаться. В океане я взяла себе такую штуку для воды. Не знаю, насколько я правда буду использовать и насколько это нужная вещь, но очень давно я хотела. Вот, и вы знаете, как правильно все эти липучки и наклейки сдирать, чтобы это было максимально безболезненно. С помощью фена нужно немножко нагреть, и тогда все отойдет просто на ура. Я вот уже начала, но вспомнила о том, что, может быть, поделиться с вами таким лайфхаком. Вуаля! Сегодня наша остановка в Максидом, потому что мы приехали посмотреть обои. Не знаю, будет ли здесь то, что нужно. В принципе, никаких особо запросов нету. Просто, скорее всего, чтобы были и белые, и все. Мы решили доехать еще до Абим. Вот, может быть, тут еще что-нибудь будет. Смотрим тут отдел под покраску. И здесь нам понравился вариант, который более симпатичный и дешевле, чем в Максидоме. Такая вот у них сейчас текстура, покажу вам. Вот такая текстура и дешевле, чем в Максидоме. Инстасторис пилим. Нет, кое записано. Отчет, отчет. Смотрите, тут прямо есть такие тестеры обоев. Можно, так сказать, взять домой, посмотреть, что как. Ну, вот сейчас возьмем такие, посмотрим. Лишли мы. Здесь, значит, тюли. Годили гениальную идею. Да, и мы хотим взять вот эту самую простецкую тюль. Ее к потолку, благо потолки позволяют. И туда лампочек, и такое облачко сделать. Я, наверное, над кроватью себе такое. Стоит 400 рублей. Гирлянду как раз сегодня такое забрала. Зашли сейчас в фамилию. Честно говоря, мне кажется, здесь первый раз. И из вот всякой такой дичи непонятной я нашла вот эту вот прелесть. Мне кажется, очень милый подсвечник. И сейчас я прям тащусь от розового золота. Все уже давно оттащились, а я только сейчас. 200 рублей стою. В общем, мы с ним пошли на кассу. X будем сейчас переклеивать обои. Стену напротив. Мы решили не трогать и не снимать предыдущие обои. А на это, как вы видите, решили снять. Потому что все-таки смущает что-то. Как-то все выглядит. Так что, в общем, да, тут у нас газетки. Стоя побо. Раз, два, ну и вот такой вот бардак. Ребят, я продумал на момент. Ой, это нечестная песня. What's in the way? Как хорошо, когда в доме есть камин. И можно сразу старые обои утилизировать. Слоев обоев тут просто на все поколения. Какие хочешь. Ну что, день начинается с очистки машины. Сегодня немножко занесло. Сфотографировались сейчас у одного бара. Там вышел парень отсюда покурить. И такой, ой, девушки, зайдите к нам в подворье. Там тоже очень красиво. И снег падает. И мы зашли. Здесь, правда, очень красиво. Видите, этот снег хлопьями сегодня. Нечто потрясающее. Здесь такой маленький колодец. В общем, это действительно очень клевое место. Я бы, наверное, даже посидела, на самом деле, в этом дворике как-нибудь. Летом, правда. Фотофотами инстак... Фотофотами... Фотофотами? Надо ехать в строители, покупать клей для обоев и краску. Так что все. Вся красота кончилась. Возвращаемся к ремонту. Моя вечно рвущая подруга. Фотофотами. Интеллектуалка. Ну вот наш сегодняшний улов в Макси-доме. Краска, два колера, недостающий клей для обоев. В этот раз взяли какой-то простенький, потому что нам фиг да нифига нужно доклеить. Валики вроде бы у нас есть. Так что погнали на кассу. Вот так вот сейчас выглядит комната. Мы все поклеили. Нужно еще будет покрасить окно. Потолок чуть-чуть подкрасили. Видите, здесь шикарная лепнина. Но вот это вот все просто съедает краску и все равно остается желтым. То есть это нужно прям конкретно все снимать, реставрировать. Это мы уже не можем. Это уже далеко вообще не эконом вариант. Так что пока будет так. Но кое-где вот тут вот, вот здесь вот, как видите, в принципе, стало все достаточно. Беленьким. Пока обои выглядят, знаете, как будто просто листки какие-то наклеили и все. Здесь была дверь когда-то. И здесь какая-то штукатурка, которая дает вот такой эффект совершенно вообще не очень. Оставляю эту даму красить, а сама иду готовить, потому что нужно немножко подпитаться. Ну и каждый, как говорится, занимается тем, что ему больше нравится. Да? Мя. Можно сделать очень концептуальное фото сейчас с моими руками. Называется красила стены. Второй слой у нас пошел. Вот видите, потихоньку-потихоньку все высыхает. Небольшая вставочка, где я прошу вас задавать мне вопросы для видео. Вопрос-ответ обо мне, о переезде, обо всем безобразии, которое сейчас происходит в моей жизни. В чем вопросы будут более интересные и менее дровиальные, тем будет интереснее смотреть вам и снимать мне. Так что жду вас в комментариях. Вот так вот выглядит сейчас моя комната. Стены серые вот такие вот у нас по итогу. Шкаф собран, стоит. Здесь я уже все давно разложила. Вот такая у меня здесь красота или не очень. Вот. А здесь еще стоит банка краски, с помощью которой я буду перекрашивать эту стену, потому что, ну, вы видите, этот кошмар. С этим нужно что-то делать. Цвет получился не таким, как я хотела. Ну, и вы сами видите пятна, это все колер. Но эта краска пока тоже не знаю, как по цвету. Вон там я ее пока тестирую, смотрю. Вот, собственно, постельное белье новенькое, которое я взяла в Икеа. И вам показала. Ну, кстати, очень дешевое. По-моему, 1300, может быть, что-то такое. Шторы тоже уже висят. То есть, в принципе, здесь уже все так, как оно есть. Есть, но зеркало нужно повесить. То есть, ну, остались мелочи в целом, пока это выглядит вот таким вот образом. Ну, единственное, стена, конечно, нужно переделывать. Но все остальное покажу вам, наверное, потом. Еще я, кстати, купила себе вот такой вот поднос, такие в H&M. И здесь у меня пока стоят свечи, витамины, которые я пью каждый день. Крем для рук, для тела. Ароматизатор для комнаты с лавандой вечером люблю. Ну, и вода. Я покупала этот кувшин, и там была пробка. Но из-за нее отвратительный вкус землистой воды. Поэтому я купила просто вот такой вот стакан за 50 рублей в Икеа. И использую его, собственно, и как стакан, и как крышку. Как будет дальше меняться моя комната, буду показывать уже в следующих видео. Я немножко от вас спрячусь, потому что я поменяла абсолютно свою прическу. Но об этом в следующем видео. Так что ждите, подписывайтесь. И задавайте мне вопросы для видео. Вопрос-ответ, который я выпущу совсем-совсем скоро. Любые вопросы, которые вас интересуют. Я вас их очень люблю. Всем спасибо за внимание. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok